Привет всем! Выполним сегодня разбор линейной электрической цепи постоянного тока. Данный пример разобран в методических указаниях по выполнению контрольных и курсовых работ на компьютерах. Это для тех, кто хочет более детально изучать, поразбираться. Мы же здесь, не вдаваясь глубоко в анализ и в теорию, просто практически разберем и покажем, как делаются расчеты подобного рода. Итак, тема линейной электрической цепи постоянного тока. Прежде чем приступить, вот мы видим некоторую схемку, представленную на рисунке. И перед нами стоит задача рассчитать токи в линейной цепи по законам Киргофа. Вот прежде чем сразу приступать к непосредственному решению, все-таки скажем несколько слов по теоретической части. В электрических цепях постоянного тока источники энергии являются источниками постоянного напряжения, ЭДС, и источники постоянного тока. Понятие постоянного напряжения, либо ток, означает, что во времени значения и направления напряжения, либо тока, не меняются. Это должно, я думаю, всем быть понятно. Можно сказать, что частота изменения постоянного напряжения тока равна нулю. Для справки тоже вспомним, ну а тот, кто не знал, говорим, сообщаем, что в идеальном источнике напряжения внутреннее сопротивление, как правило, равно нулю. И напряжение на выходе идеального источника напряжения, равно ЭДС, и не зависит от внешней цепи. В идеальном же источнике тока внутреннее сопротивление равно бесконечности. В этом заключается отличие источника напряжения от источника тока. И отдаваем его во внешнюю цепь, не зависит от свойств внешней цепи. Так, отметим еще, что структура электрической цепи определяется ветвями, узлами и контурами. То есть тоже это нужно понимать и знать. Ветвь, определение сейчас немножко скажем. Это участок цепи, через который проходит один и тот же ток. Вот, берем любую ветвь и видим, что у нас в этой ветви один и тот же ток. Но между собой они разные. Узел это место соединения трех и более ветвей. Вот у нас узлы. То есть вот точка D у нас не является узлом. А точка C является узлом. Итак, контур. Контур это замкнутый путь, последовательность ветвей и узлов, в которые каждая ветвь, каждый узел входит один раз. Вот у нас видно контур. Вот в нашей схеме, представленной на рисунке, у нас шесть ветвей. Вот один, два, три, четыре, пять, шесть. Разом, ветвь съемкость у нас разомкнута. Соответственно, она не участвует в нашем рассмотрении и в нашем расчете. Затем у нас есть четыре узла. Раз, два, три, четыре. И три контура. Вот они показаны. Вспомним мы то, о чем гласит первый закон Киргофа. Он говорит, что сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю. То есть вот сумма входящих и исходящих токов, она равна нулю. И второй закон Киргофа еще есть. Тоже нужно его знать. В замкнутом контуре алгебраическая сумма падения напряжения на пассивных элементах равна алгебраической сумме источников напряжения. При этом со знаком плюс берут падение напряжения на тех пассивных элементах, которые в токе совпадают с направлением обхода контура. С знаком плюс берут источники напряжения, совпадающие по направлению с направлением обхода контура. Так, и еще мы скажем, что для расчета сложных электрических цепей, вот, например, вот это в данном случае, применяют алгебраические методы, основанные на составлении решений системы уравнений для токов напряжения в цепи. И рассмотрим как раз вот сейчас применение алгебраических методов для расчета цепи, ну, показанной на рисунке. Так, прежде чем переходить к решению, напишем, что же нам известно, какие у нас имеются исходные данные. данные у нас следующие. То есть у нас есть EDS присваиваем ему 12 вольт. EDS2 присвоим значение 8 вольт. R1 это внутреннее сопротивление источников питания равняется 4 Ом. R1 присваиваем 20 Ом. R2 присваиваем 30 Ом. R3 присваиваем 30 Ом. R4 присваиваем 20 Ом. R5 присваиваем 40 Ом. И R6 присваиваем 20 Ом. Так вот, если смущает значение L у нас оно равно нулю по той простой причине, что ток у нас постоянный, не переменный. а значит и индуктивность мы не включаем в расчет. Она равна нулю. Так, все. Условия мы задали. Переходим к решению. Решение. Так, выше мы сказали, что чтобы нам найти все токи, а их у нас 6, так как у нас 6 ветвей, нам необходимо составить систему уравнений. Ну, понятно, что 6 неизвестных, 6 неизвестных токов, значит нам нужно составить 6 уравнений, в которых бы фигурировали вот эти 6 неизвестных. Но если мы это делаем, значит мы автоматически задачу решаем. То есть переходим к составлению вот этих 6 уравнений. Прежде чем перейти, пишем ключевое слово given это слово нам позволяет производить логические равенства. То есть записывать уравнения привычной нам для этого формы. Так, дальше будет если сразу непонятно, дальше будет понятно. Так, берем первый узел, вспоминаем первый закон Киргофа, сумма токов равна нулю. И1 смотрим, входит И4,5 выходит. Соответственно пишем И1 вот здесь ставим жирный знак равно ставится он контр и равно и пишем И4 плюс И5 берем следующий узел С также И4 входит И2 И6 выходит значит пишем И4 контр равно И2 И2 плюс И6 так и берем узел Е в него ток 6 И2 входит ток 3 выходит соответственно пишем ток 3 равно ток 6 плюс ток 2 Так и по второму закону Киргофа у нас три контура и для каждого контура мы сейчас пишем уравнения Так сейчас запишем и прокомментируем R1 умножить на ток 1 плюс R5 умножить на ток 5 толстое равно E1 То есть мы берем первый контур задаемся направлением протекания в контуре тока и теперь согласно выбранному направлению мы составляем сумму падений напряжения на пассивных элементах и приравниваем источником мощности то есть RIN на ток 1 R1 на ток 1 и R5 на ток 5 и равно это EDS с первым контуром разобрались так со вторым тоже R4 ток 4 плюс R6 R3 плюс R3 E3 минус R5 E5 равно 0 R2 и на E4 плюс R6 на E6 плюс R3 на E3 и минус R5 на E5 так как направления не совпали с контуром так и последнее уравнение для последнего контура R2 на E2 плюс RIN на E2 минус R6 на E6 равно минус минус E2 R2 смотрим выбрали направление R2 на E2 RIN на E2 минус R6 на E6 направления видим разные и равно минус E2 так как направления разные все составили наши 6 уравнений у нас 6 неизвестных остальное нам все известно соответственно нам нужно решить эту систему уравнений и найти наши неизвестные делается это очень просто мы сейчас берем делаем матрицу столбец то есть строк у нас 6 столбец 1 ок и пишем наши неизвестные и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 далее вставляем функцию которая называется которая называется find окей то есть найдем сейчас наши неизвестные неизвестные у нас и 1 и 2 и 3 и 2 4 и продолжаем и 5 и 6 ставим вычислить аналитически вычислить и получили наш ответ немножко неудобно читабельном виде преобразовать можно это легко то есть и 1 равно 0 224 и 2 равно то есть это то же самое значение просто не в виде дроби а в численном виде читабельном то есть вот таким путем мы нашли наши токи с помощью функции find в программе маткат все на этом лекция закончена спасибо